Цвет провалился, что делать? Помогите! Желтая водичка, ваше спасение. Hi everyone, с вами Ева Лорман. По вашим многочисленным просьбам, тема этого видео нейтрализация нежелательного оттенка. Эту тему я подробно рассказываю на курсе колористики. Где найти эти курсы? Они будут на платформе, которую я скоро анонсирую. На платформе будут курсы, книги, онлайн-консультации, вебинары, разные ответы на ваши вопросы. То есть, эта платформа будет не только для мастеров, там есть огромные разделы и для любителей окрашивания волос, стрижек. То есть, для вас. Ссылку на платформу оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Но, тем не менее, мы поговорим о нейтрализации, которую можно сделать самой себе в домашних условиях. Тем более, вы задаете часто эти вопросы. Не падайте, я опять крашусь. Вернее, даже осветляюсь. Дело все в том, что после последнего видео в моей реальной жизни прошло почти месяц и неделя. И пришло время делать опять окрашивание, осветление. Я решила в этот раз осветлить волосы. Почему? Потому что по вашим многочисленным просьбам, я сейчас вам покажу, нейтрализация провалившихся оттенков. Масса, масса вопросов на эту тему. И я вынуждена сейчас заделаться опять холодной блондинкой. Чтобы вам показать. Провалившиеся оттенки, это когда ты на осветленную базу наносишь холодные оттенки. И они потом начинают себя вести неадекватно. То есть, проваливаются. Если ты добавляешь фиолетовый цвет, он будет прям реально фиолетовыми пятнами. Синий, пепельный, не важно, какой ты добавляешь. Главное, что-то ненатуральный. И он однозначно провалится на переосветленных прядях. У меня они, конечно же, имеются на концах. Кстати говоря, хочу похвастаться. Осветление делала на 4,5%. Занизилось чуть-чуть. И вот получился какой классный фон осветления. Но это только благодаря тому, что у меня сейчас в помещении очень жарко. Поэтому я занизила оксид. Вот как это работает. Ну, в общем, вы заценили цвет моих сейчас волос. Я не стала сейчас вам снимать это все. Я и так каждый раз это снимаю. Думаю, но это уже даже не интересно. Гораздо интереснее будет провалить сейчас цвет, а потом его пытаться восстановить. Итак, летс гоушки, друзья. Демонстрирую на себе. Снимала для курса и показываю вам частичку. Итак, я нанесла себе на корни фиолетовый цвет. И хочу от него избавиться. Беру пигмент прямого действия, концепт желтого цвета. Кстати, всем советую, всем блондинкам советую его приобрести. Где приобрести этот товар? Ссылку оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Желтый цвет нейтрализует фиолетовый. Поэтому желтый. Наножу его и выдерживаю минуту примерно. Можно больше, можно меньше, в зависимости от вашей поставленной задачи. То, что желтый против фиолетового, это закон колористики. Как видите, это работает. Да еще и как. Только надо понимать, на каком уровне это происходит и какие варианты выбирать под разный уровень. Это уже слишком большая информация. Целый месяц объяснять придется. Но тем не менее, как видите, наглядно, понятно работает. Второй вариант. Опять снимала для курса. Думаю, отпадут вопросы про состояние моих волос. У тех людей, кто не следит за моим каналом. Сделала самую распространенную ошибку. На неподготовленную базу после осветления нанесла шампунь анти-йеллоу. То есть фиолетовый. Именно так и делает большинство людей. Базу надо перед этим готовить. В итоге получаю фиолетовые пятна. Кстати говоря, можно опять же нанести фиолетовый цвет краски и получим примерно такой же результат. Смотрите, хочу вам еще одну штуку показать. Я помыла голову, нанесла маску. Местами сейчас видно, как у меня провалился цвет. Что можно сделать, чтобы его выровнять? Для этого используется микстон золотистый. Берется совсем немножечко золотистого микстона. и наношу, не переживая, на эти места. И посмотрите, что происходит. Ничем не смешиваю его. Просто вот он как есть, так и есть. И посмотрите, какая картина получилась. Все, фиолетовый ушел. Третий вариант. Часто приходят вопросы, просел цвет на концах. Решается этот вопрос достаточно просто. У меня на этот счет целая батарея пигментов прямого действия фирмы концепт, потому что я влюблена в них. Такой вот желтый пигмент блондинкам, он необходимее всего. Особенно если вы не можете работать с фоном осветления. Фон осветления, понимаете, его нужно чувствовать. Переосветлил, не переосветлил, дотянул, не дотянул, провалится, не провалится. Что делать нужно в таких случаях? Берется вот такая водичка в этот бокальчик. Это я для красоты, правда. Выдавливается один пшик. Размешивается. Получше надо размешать, конечно, чтобы не было комочков однозначно. Получается вот такая желтая водичка. И вот эта желтая водичка, ваше спасение. Прям берем те места, которые провалились. Я не буду, конечно, сейчас этого делать, но представьте себе. Например, провалились ваши кончики, берете и опускаете эти кончики в эту желтую водичку. Либо наносите вот таким образом. Точечно можно это делать. То есть, видите, какое-то конкретное место провалившееся. Берете пальчиком или каким-нибудь салфеткой. И вот таким образом наносите именно на это место. И все, куда денется ваш фиолетовый цвет. Он нейтрализуется и превратится все в более натуральный, естественный. Пигмент прямого действия можно разбавить нейтральной базой. Она существует у производителей. Но, честно говоря, это уже ближе к премиум услуге. Потому что, представим, что волосы длинные. И на такую процедуру может уйти прям целый тюбик. Хотя, скажу так, что это того стоит. Волосы после этого как шелк. Итак, разбавляем. Пропорции тоже тестить. Индивидуально под уровень глубины тона. Также пигмент прямого действия можно разбавить маской или кондиционером. Но на супер осветленные волосы сработает даже водичка. Водичка. Туда можно добавить шампунь. Масса всяких способов. По сути, у осветленных волос и так чешуйки открыты. Не обязательно добавлять шампунь. Если вы не осветляли волосы, в эту водичку нужно добавить шампунь. Концентрация зависит только от того, насколько вы хотите убрать тот или иной нежелательный оттенок. И для того, чтобы это понять, нужно, конечно же, не набодяжить вот это все. А взять очень мало. Проверить на одной пряди. Конечно, все зависит от длины волос, от масштабов проблемных зон. Образно говоря, имейте в виду, что ими работать достаточно легко. Но если ты накосячишь, очень сложно их смыть. Поэтому надо все тестить. В любом случае, все это работает, это все существует. Поэтому пигменты прямого действия как один из простых способов нейтрализации нежелательных оттенков. Если, например, вы покрасились в очень яркий, случайно так вышло, оранжевый оттенок. И вы хотите его немножко усмирить. Провалившиеся корни вот в этих местах очень часто присутствуют при нанесении пепельного на любой переосветленный цвет. Поэтому я никогда чистый пепел не наношу. Я всегда в него добавляю чего-нибудь. Об этом чего-нибудь в следующем видео. Благодарю вас всех за потрясающие комментарии. Их такое огромное количество. Надеюсь, ролик был для вас полезный. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать новые уведомления. А я на этом канале снимаю ролики для вас и показываю все тонкости работы мастера индустрии красоты. Bye-bye, everyone. С вами была Ева Лорман. И до встречи в новых видео. Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, колокольчик тут зажми, делись со всеми, не томи. Хватит даме танцевать, пора идти видос снимать. Субтитры сделал DimaTorzok